Доказательство, разумеется, я буду писать не так, как писал Бернулли без формулы, даже если вы строжите писать, я буду писать формулы. Я докажу абсолютно методом Бернулли, но только буду писать нормальные, привычные вам формулы. Закон больших чисел. В чем идея? Вот эта величина может как-то вычислить. Я, собственно говоря, уже писал вам, но давайте для случая, когда Б равняется 1 третий, Q равняется 2 третьим, и N равняется 3, выпишем все эти числа. Значит, что такое Б в кубе? Это одна двадцать седьмая. Что такое 3П в квадрате Q? Это надо взять двойку, умножить на 3 и разделить на 27. По-моему, это будет 2 девятых. 3П в квадрате Q в квадрате, это будет 4 девятых. И, наконец, Q в кубе, это будет 8 двадцать седьмых. Проверяйте, пожалуйста, что сумма равна единице. Значит, здесь у нас будет 9 двадцать седьмых, то есть 1 третья, а здесь будет 6 девятых, то есть 2 третий. Отлично, сумма равна единице. Вот они числа. 1 двадцать седьмая, 2 девятых, 4 девятых, 8 двадцать седьмых. Давайте все-таки все это напишем в двадцать седьмых. Так будет, наверное, понятнее. Это будет 12. Это будет 6, 1. Итак, 1, 6, 12 и 8. Ну что, здесь вот довольно сильно поднялось, потом опустилось. Примерно так? Да. Так вот, оказывается, что в общем случае картинка будет тоже примерно такая. То есть у вас сначала числа будут возрастать, до чего-то поднимутся, потом будут убывать. И закон больших чисел означает, что вблизи вот этой точки сумма вот этих вот отрезочек вертикальных будет большой. А здесь она будет маленькой. Если не пользоваться дисперсией, а рассуждать просто как нормальный человек. Представляете, Пердули в своем 17 веке, в конце 17 века думает, как же здесь доказывать эту теорему? То надо делать очень просто. Надо просто смотреть, а насколько отличаются, в сколько раз точнее, отличаются соседние числа. Где весь этот самый максимум? Господа, когда у нас П и Ку были равны, то все было просто. Максимум в треугольнике Паскаля, в строчке треугольника Паскаля, вот в середине, правда? Когда берем число сочетания, максимум в середине. А здесь из-за того, что числа не равны, происходит некоторое такое смещение. Так вот, чтобы у нас все получилось, надо сделать очень простую вещь. Надо посмотреть в соседних точках. Вот у вас есть величина, число сочетаний из Н по К, П в степени К, У в степени Н-К. Это вероятность того, что той стороной делают П, вероятность П выпала К. А давайте посмотрим на такую же величину, когда не К, а К плюс 1. Тоже не просто. число сочетаний из Н по К плюс 1. П в степени К плюс 1, К в степени Н минус К минус 1. Согласны? Такое же выражение, только для К плюс 1. И поделим его на число сочетаний из Н по К, П в степени К, К в степени Н минус К. Ребята, здесь не надо бы ничего шоу, ни пи, ни м. Просто взяли и поделили. Сейчас, конечно, придется все эти факториалы выписывать, но, честное слово, для этого много ума не надо. П в К плюс 1 делюсь на П в К, и получается П. Здесь, когда сократите, наоборот, К будет больше возглавляться, будет П делить на К. Теперь разбираемся с числами, с этими. Н факториал, здесь внизу К плюс 1 факториал, Н минус К минус 1 факториал. Отлично. И здесь, значит, здесь будет Н факториал, и наоборот, вверх К факториал, и Н минус К факториал. Просто. Н факториал, разумеется, сокращается. Теперь посмотрим, что здесь остается. Значит, П раздельник, внизу просто осталось К плюс 1, а здесь у нас, наоборот, в числителе Н минус К. Так вот, ребята, частное вот этих вот двух вероятностей, это не такое уж и сложное вредение. Н минус К делить на К плюс 1 и умножить на В разделить на 1. И вот меня интересует такой вопрос. А когда происходит возрастание вероятности, а когда происходит убывание вероятности? Ну, вообще-то понятно. Просто нам же надо посмотреть, в каком случае это выражение меньше единицы. И если это выражение меньше единицы, значит, следующая вероятность будет меньше. Правильно? А если это выражение больше единиц, значит, оно будет больше. А если это равно единиц, значит, оно равно. Я должен взобраться с таким неравиством. Умножаю на К и на К плюс 1 обе части. Получаю такую штуку. ПН минус ПК меньше, чем КУК плюс К. Согласны? Замечательно. ПК переношу в эту часть. И после этого я получаю такое неравенство. Смотрите. ПК, когда я перенесу, здесь останется просто К. Потому что П плюс К это у меня единица. Здесь будет К больше, чем ПН минус КУК. Согласны? Или нет? Вы понимаете, что это такое? Да. Да. Это не может избавиться. ПН можно избавиться. Да. Можно избавиться. Но это уже, на самом деле, это уже мелочи. Важно, ребята, что мы получили, смотрите, какую штуку. Если К намного больше, чем В умножить на Н, то в таком случае вот Э меньше единицы. Понятно? Значит, при больших К у нас будет происходить существенное уменьшение невероятность. Я все-таки должен чуть-чуть поподробнее разобраться вот с этой величиной. Я сейчас сделаю некоторую замену. Замен такая. К это есть ПН минус КУ плюс М. Вот М это и будет то, насколько больше. Понятно, да? насколько К больше, чем ВН минус Р. И вот это значение числа К я подставлю сюда. Поехали. Что это будет такое? Это будет П разделить на КУ умножить на Н минус ПН плюс КУ минус М разделить на ПН минус КУ плюс М плюс 1. Помните, вы мне там советовали воспользоваться тем, что КУ и П как-то связаны и так далее, да? Так вот сейчас мы как раз и воспользуемся. Объясняем здесь вот господа, эти выкладки надо реально сейчас проверить. Здесь у нас что? Н минус ПН это что такое? 1 минус это 1 минус ПН это что? Это КУ это КУ Н замечательно. ПР я так по-прежнему пишу. Это у меня будет КУ Н плюс КУ минус М здесь ПН ПН дальше что? Плюс П Правда? Плюс П и дальше Плюс Н Осталось совсем совсем чуть-чуть для того, чтобы понять что происходит что называется быстрое убывание. Смотрите я здесь могу сократить на числитель знаменатель сократить на причислитель знаменатель и у меня в результате я сюда напишу какой получился окончательный ответ у меня получается такой окончательный ответ н плюс 1 минус м кунтых правильно разделить на н плюс 1 плюс м в этих если представить что число им достаточно большое ну например оно больше чем десятая часть от н то в таком случае это дробь будет меньше какого-то постоянного числа это понятно или непонятно представьте себе что у нас число м достаточно большое а что значит число им достаточно большое это значит мы отклонились от вот этого числа достаточно сильно правильно и у нас сразу в таком случае эта дробь получается какой маленькой и вот давайте сейчас это превратим в точное математическое рассуждение вернули заявляет следующее у меня у него есть вот эти вот вероятности которые я здесь выписываю до тройки а в общем случае у него есть вероятности вот есть вот эта самая точка наша интересная пн минус куб и после нее все время происходит движение вниз так так вот давайте от этой точке пн минус куб отойдем на некоторое расстояние равное альфа н то есть напишем что м больше чем альфа н где альфа это некоторое независящее от н число больше н то есть отойдем достаточно далеко если помните когда расклады дисперсию там отходили на корень из н а нет ни про какие корни в вертолии не сказано давайте отойдем на какую-то долю ну например на одну тысячную н что в таком случае произойдет это очень просто в таком случае вот это выражение будет меньше чего чем н плюс один минус альфа н делить на q разделить на минус альфа н делить на q минус альфа делить на q минус альфа квадрат н делить на p так давайте проверять так это или нет н плюс один минус альфа н делить на q у нас все это сокращается и остается проверить такую штуку что альфа квадрат здесь у меня альфа квадрат n делить на b здесь у меня альфа n делить на b и здесь отрицательное число если я буду знать что альфа разделить на b будет больше чем альфа квадрат делить на b то в таком случае очевидным образом при больших n это неравенство будет верно, согласны? ну и все n можно считать большим альфа можно считать таким маленьким что это неравенство будет верно потому что при маленьких альфа у меня альфа квадрат намного меньше чем альфа понятно что если здесь вот пишешь число, которое составляет какую-то долю от числа n то получается очевидно число меньше единицы, правда? альфа должна быть просто меньше чем q ну да, да, вот я и говорю альфа мы могли брать достаточно маленьким так, все я считаю, что я объяснил что верно вот это неравенство и получается что у меня внимание каждое следующее число в столько раз или даже сильнее меньше предыдущего давайте сейчас обозначим единица минус альфа разделить на q какой-нибудь новой буквы например, буквы t и смотрите что тогда будет происходить здесь вот у меня есть какое-нибудь там число следующее значит на t надо умножить может быть она еще меньше следующее на t и получается что сумма всех-всех-всех вот этих чисел оценивается как геометрическая прогрессия t плюс t квадрат плюс t q плюс t в четвертый плюс и так далее ну а что это такое? она очень просто это t разделить на 1 минус t кто не знает формулу для количества листа проверьте просто умножите на 1 минус t обе части и честное слово у вас получится а t разделить на 1 минус t не проблема посчитать это 1 минус альфа разделить на q разделить на альфа разделить на q так, отлично и что это будет за число? минус 1 минус 1 q разделить на альфа минус 1 казалось бы казалось бы философ потому что ребята у нас получилась некоторая величина причем величина большая согласны? я же сказал альфа будем брать маленьким q это постоянная величина альфа мы договорились брать маленьким казалось бы у нас получился ужас у нас получилось здесь вот куры на альфа при маленьких альфа будет какое-то огромное число но внимание а вы понимаете откуда мы стартовали? вообще-то мы стартовали не отсюда а мы стартовали отсюда правильно? а сколько здесь было разных чисел? много примерно альфа н штук так? и они все вообще убывали а вот это число было меньше единицы правильно? значит вот это число будет меньше чем 1 разделить на альфа n потому что число убывали 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 а потом мы с этого стартовали и нашли сумму таких же здесь было альфа n штук значит я должен не просто взять вот эту величину q разделить на альфа минус 1 я должен не забыть ее еще умножить на n q разделить на альфа минус 1 надо еще разделить на альфа n и это уже счастье потому что когда n большое число а альфа постоянное не зависящее от n это стремится к нулю когда n стремится к бесконечности для любого конкретного значения альфа у нас будут получаться числа все меньше и меньше ну вот собственно я вам в точности рассказал ну конечно в современных обозначениях а не когда каждую формулу надо словами расписывать я рассказал вам древнее обсуждение обсуждение конца XVII века рассуждение те из вас кто хоть немножко знают Маканасию могли бы сообразить что если здесь писать в качестве M не альфа n а альфа корней из n то посчитав примерно таким же образом можно доказать примерно то же самое что доказал Чешук численная оценка будет чуть-чуть хуже но в общем да да и еще я конечно все время говорил только о движении вправо здесь да надеюсь вы понимаете что движение влево точно так же обсчитывается трон трон не капает а как двигается влево ну и я не буду это рассказывать но потому что перестанет поику местами получится вот дело не в этом а дело в том что мы сейчас получили закон больших чисел в том виде в котором его получил Якоб Перголи повторяю если чуть-чуть точнее чем я считал с корнем из n то на самом деле получается оценка с корнем из n просто учим шоу получается намного 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 лучше